Не успел я зайти в игру, как вижу, покупку 8 сварок на 1 миллион 400 косарей. Вы вообще понимаете, что это за лёгкие деньги, а про запчасти к рулю я вообще молчу. Сегодня по плану замутить крафт легендарного сила и отправляюсь я на контейнер просто так. Самый сложный в получении ресурс будет холодильник, и он выпадает из контейнера с техникой. В принципе, собрать за 100-200 тысяч вполне реально, но только не сегодня. Если верить клиенту, то PetSlotUse31, а значит это 31 человек в зоне прорисовки. И скажите, пожалуйста, вы вообще когда-нибудь видели такой ажиотаж 12 часов ночи? Спаун пошёл, ну и что ж, быстренько начинаем проверять, и к сожалению, техники я не вижу. Я могу, конечно, ошибаться, но вроде как холодильник может выпасть из другого контейнера по типу антиквариата или мебели, но информация максимально не точная. Антиквариат бесполезно открывать, поставили огромные деньги, и вот есть шанс, что мебель может выдать холодильник. Запускаем ускорение монтажа, и вы просто посмотрите на эти вечные перебивалки. Наконец-то, спустя 5 минут, я открываю мебель за 727 тысяч. Я знаю, что это нереальный оверпрайс, но надежда всё-таки есть. Ладно, не повезло. Снимаем с киоска свои золотые серьги, и вот в антиквариате принимают их за 850к. Лучшей цены я уже точно не дождусь, поэтому продаём, ну и в принципе остальные товары тоже. И подожди, откуда у меня взялся кейс Рождественский Экспресс, его здесь не было. Йо, братва, новый день у нас с новой графикой, и в оффлайне купили у меня кепку за 150к. Как говорится, мелочь, но приятно, и вот сейчас моя главная задача, быстренько докупить оставшиеся ресурсы. Аккумулятор по 100к, это не с рынка, и вот ещё за 120к можно взять. Возьмём ещё две штучки за 360 тысяч, и подожди, на крафт аккумуляторов надо 2, я взял 4, ё-моё. Покупаем диски за 210к и 4 колеса, ровно за 1 миллион, ну шо поделать, такие цены. Вы сейчас спокойно можете на свалке их забрать за пару тысяч, и легко заработать лям чистыми. Основные ресурсы я собрал, и вот надо немного и поработать, на очереди у нас мой щекокон. Вроде по меткам я вижу, конкуренции нема, и по заработку здесь тоже ничего не трогали. Если кататься на велике, то 120к в час делать можно, ну а я наконец-то закрыл задание БП и получил 60 очков. На втором уровне у нас идёт награда, и такой вот скин, честно сказать, дорого он стоит не будет, но за 50-100 тысяч я точно его продам. И сейчас надо немного прибалдеть в баре. 20 очков забрали, и под ювелирное падение влетаем на свалку. Ой-ой-ой, как раз диски заспавнились, вот это мне надо, и вот проверим, какой на них идёт спрос. Три, два, один, и прям на последней миллисекунде меня перебили. И финальная цена эта 72к, намного дешевле, чем они продаются в киосках. Гоночное сиденье, кстати, один из самых редких ресурсов, и отдать мне за него 112 тысяч вообще не жалко. Докупаем ещё два диска за 700 тысяч, и в принципе я практически всё собрал. Проблемы будут с холодильником, который сейчас найти на продаже невозможно. Вчера в серии я его видел за полтора миллиона, и вот надежда на то, чтобы словить рандом спавн. К сожалению, ничего не появилось, и мы ювелирно переместились на один час вперёд. Подожди, это тот самый новый из сил, и я удивлён, что его так быстро скрафтили. Даже выскакивает предложение, чтобы войти в дом, и мне кажется, он реально будет пользоваться спросом. На нём, если не ошибаюсь, даже ездить по полям можно, и давайте смотреть, что там заспавнилось. А, прикол, техники вообще нема, и как это понимать? Это уже какой по счёту спавн, и я никак не могу словить технику, походу разрабы опять нахимичили. Торгуйся, короче, за спецтовары, потому что из них часто выпадают аккумуляторы. Игроки уже подурели, набил ставку 400к, вот на этом ещё 323 тысячи. А, прикол, он реально его открыл тут прям соболезную. Ну что, я опять в торговом центре, и как же я жалею, что вчера не забрал тот холодильник. Я готов уже заплатить полтора миллиона, и как назло, их вообще нету. Тогда выставляем скин из батлпаса за 150 косарей, и в принципе, я просмотрел абсолютно каждый киоск. Можете официально запускать охоту на контейнеры с техникой, выпадет холодильник, и вы миллионер. Ну а я залетел в банк, снимаю два ляма за продажу сварок, ну ещё финночка с киоска, вот баланс уже стал красивый, 13 миллионов. Перемещаемся на свалку, и вот хочу внимательно посмотреть, на что готовы игроки ради этих предметов. Вот условно аккумуляторы, внимательно смотрим, как растут эти ставки, ну какие 86 косарей. За диски я вообще молчу, здесь она уже 100к+, и божечки, почему я не закупился этими предметами до обновы, сейчас был бы уже миллионера. Целуем рандомную девчонку, задание выполнили, ну теперь перемещаемся на лесопилку. Здесь нам надо отвести пару ходочек с этими прёвнами, и чтобы вам не было грустно, вот вам итоги на розыгрыш двух батлпассов из прошлой серии. Ладно, так уж и быть, разыграю ещё два пропуска, пишите в комментариях свои никнеймы. Опа, купили у меня скин из батлпасса, продался очень даже быстро, ну и задание с лесопилкой успешно закончено, правда заплатили мне только 4500. Не знаю, как здесь работают новички, и теперь открываем телефон, и надо развести заказики. Работа курьера на сервере вообще не пользуется спросом, и здесь один заказ, и то в Майами. Я не знаю, как за 972 рубося мне ещё туда добраться, или это может быть баг. Залетаем в закусочную, заказ собрали, ну и отправляемся на красную метку. Ну всё, вижу конец карты, и там далеко-далеко находится Майами, так что это задание мы скипаем. Ну как скипаем, просто не будем выполнять, у меня нет 170 доната, чтобы забрать очки. Как же меня эти контейнеры уже достали, я просто хочу обычного человеческого счастья и удачный крафт Зила, но для него мне жизненно необходим холодильник. Вы не подумайте, я не просто катался по серверу, я его активно искал через рацию дальнобойщиков. И наконец-то заспавнилась техника, и даже не одна, давайте пробовать открывать Китай. Тут без раздумий можно лупить и миллион, и в теории даже 2 миллиона. Но вроде Рич Галларда готова дать залям, спасибо. Он не понимает, почему я так переплачиваю, его реакция без комментариев, и внутри у нас катастрофа. Ну как вам что, сложно было насыпать белый холодильник? Ну двух сломанный, заберём всё остальное и сливаем, ну и чёрный холодильник оставим себе. Господа, если вы сейчас стоите, то прошу вас, для вашей безопасности вам лучше присесть. Потому что контейнер с начальной ставкой 70 тысяч был продан за 3 миллиона, а шалей! Я угарну, если холодильник ему не выпал, я просто уже не знаю, что делать. Подаёшь объявление, пишешь, что купишь дорого, но тебе даже никто и не пишет. Кстати, вот вижу, частенько игроки ищут, кто продаёт киоски, давайте по приколу напишем 300кк. А, понятно, он хочет за 200, а вообще через время они всё равно подорожают. Просто с каждым днём в игру вливается всё больше и больше виртуальной валюты, и просто ожидайте того, что инфляция на всех с вами скушает. Вообще, я опять пробую ловить рандом конты, пришёл Payday, и ничего, немата, давайте пробовать ловить свалку, и по приезду вижу здесь пусто. Так, подожди, а в чём прикол? Откуда в инвентаре белый холодильник? Это у меня глюки какие-то, или что, я чётко помню, что с контейнера забрал чёрный? Да ну, а как такое возможно? И вот для крафта подсвечивается зелёным, стоп, чего? Я чётко помню, что брал чёрный, и получается у меня давным-давно есть все предметы для крафта? Так, господа, мы переместились за камеру телефона, собственно, верстачок наш любименький, выбираем транспорт, и есть здесь один маленький момент, здесь пишется достаточное количество деталей, мы видим, да, это всё правда, но есть одно маленькое но, это цена 8 миллионов! Стоимость, вы шо? То есть, кроме того, что я потратил огромное количество денег, ещё 8 лямов нужно заплатить сверху, и шанс, между прочим, 30 процентов! Есть такой человек, который на полном серьёзе готов купить эту махину хотя бы за 10 мультов, и вообще, будет ли оправдан этот крафт? Короче, ладно, будем действовать по тактике, которую там используют все. Нужно зажать вот так вот, раз, дотянули, отпустили, два, дотянули, дотянули, отпустили, и три, поехали! Я не знаю, надеюсь, крафчу, пожалуйста! Минус 8 миллионов! Это такой скам, ну просто! За 4, 12-е попытки, или какая там уже забыл, Chevrolet Camper, крафтил или нет, не помню, но тоже с камина. Ну всё, ну типа 30 процентов, ну удачи вам в крафте! Субтитры подогнал «Симон»!